МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс. Итоговая информационная программа. 7 дней сегодня вы увидите. Барановическая организация «Свод» стала лучшей на Брещене. По итогам года данное решение выносится на заседание Президиума с привлечением всех руководителей подобных станций области. На результат влияет ряд факторов профилактического и практического порядка. В средней школе номер 10 автомобилисты города Барановичи провели акцию по вручению световозвращающих элементов школьникам. Молодежный отряд охраны правопорядка Барановического госуниверситета стал третьим в республике. Альфа объединяет 28 студентов, которые не только следят за порядком на мероприятиях, проводимых в университете, а также патрулируют улицу вместе с сотрудниками милиции. Время встреч выпускников – это прекрасная возможность заглянуть в родную школу к своим учителям и даже помочь нынешним мальчишкам и девчонкам сориентироваться в непростом выборе будущей профессии. Жители Барановичей осваивают китайскую живопись. Такую возможность предоставляет всем желающим Центральная городская библиотека имени Валентина Тавлая. А теперь об этих и других темах подробнее. По итогам 2014 года Барановичская организация «Освод» стала лучшей на Брещене. Данное решение выносится на заседании Президиума с привлечением всех руководителей подобных станций области. На результат влияет ряд факторов профилактического и практического порядка. Наша съемочная группа пообщалась с людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. Городская спасательная станция сегодня – это 15 высококвалифицированных специалистов. Грамота за достижение хорошего уровня работы по охране жизни людей на водах, активное проведение профилактики, филактических мероприятий среди населения. В 2014 году водолос первого класса, работающий здесь уже 20 лет Юрий Сенкевич, говорит, общая заслуга. И каждый внес в это достижение свою лепту. Ну, за время моей работы, я уже работаю 20 лет, как говорится, прикипел к этому рабочему своему месту и не хочу ничего менять. Ну, говорят, что спасателям то ли рождаются, то ли это. Нет, просто у каждого человека в душе должно быть такое чувство, чувство помощи другому человеку. В наше время, вот смотрите, что на Украине делается, что там идёт гражданская война, это страшно. А все, кто, люди работают у нас здесь, каждый проникся помощью к ближнему. Понимаете? Мы приходим на работу, и мы уже даже идём по дороге и смотрим на озеро. Где, что, чего, как. И в любое время любой из нас готов прийти на помощь. На результат в определении лучшей спасательной станции в области повлияло ряд факторов профилактического и практического порядка. За 2014 год спасателями было проведено около 300 бесед и лекций, сделано свыше 180 предупреждений, трое человек были спасены. И главный результат работы, получивший наивысшую оценку за прошедший год на подведомственном водохранилище «Мышанка», не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. Сегодня водохранилище на реконструкции, но к купальному сезону его обещают открыть. И вновь на ежедневные усиленные посты по охране жизни людей на воде вступят эти люди. Впрочем, работники станции и признаются, что даже отдыхая где-то на море, они всё равно ловят себя на мысли, что смотрят по сторонам за отдыхающими на берегу и в воде. Но если нужна помощь, всегда готовы прийти. И не только на берегу водоёмов. Уходим с работы, я говорю, что идёшь по городу, кому-то плохо, пусть он даже и пьяный. Он же человек, собаку жалко, а это человек. И у каждого в душе взять телефон, позвонить. Пусть он пьяный, но его надо, если даже зимой, человек, он же может замёрзнуть, надо оказать ему помощь. Пусть он в вытрезвителе окажется, но всё равно он будет в тепле. Так и у нас на работе. 20 лет коллектив менялся, кто-то уходил, кто-то приходил. Вот молодые ребята приходят, и вот по ним видно, что они хотят помогать и хотят работать. Выделить конкретно кого-то, как я, ну, я не могу кого-то выделить это, у нас один коллектив. Вот этот диплом, которым нам наградили, это наградили всех. То есть каждый может заменить любого, в любой ситуации. Вот как я водолаз, я ухожу под воду, я знаю, кто на сигнальном конце, водолаза, обыкновенный сигнальный конец, верёвка. То я, стоит человек, который меня всегда, не дай бог, что достанет, выдернет из-под воды. То есть мы верим каждому своему товарищу, который здесь работает. За последние 10 лет здесь сформировался костяк профессионалов, которые уверены друг в друге из 100 на 150 процентов. Моторист рулевой Денис, молодой вот парень, он за свои недолгую пребывание, 6 лет работы, он уже награждён грамотой городского исполнительного комитета. Это тоже говорит о чём-то, что молодой парень, он всегда готов прийти на помощь. То есть вот у нас смена, мы работаем с 9 утра до 21 вечера. Смена ушла, был такой случай в позапрошлом году. Он остался, он рыбак тут, рыбачил. Он и матрос-спасатель ночного времени наблюдения. Один человек, они вдвоём оказали помощь тонущим на моторной лодке. Там люди тоже, как всегда, без спасательных жилетов, с детьми. Они вдвоём вышли на катере, подняли их из воды, вызвали скорую помощь, в милицию всё как положено, вызвали начальника нас и оказали помощь. Вот даже одна спасённая жизнь, это уже большое. Не стоит этих денег, которые говорят, что вот вы ничего не делаете, вам тут такие зарплаты платят. Мы свои деньги отрабатываем. У нас тут подобных случаев очень много. И в основном, конечно, это в нетрезвом виде, нетрезвые люди. Плюс, как вы знаете, у нас есть специально отведённые места для купания. А у наших же людей надо же купаться или там отдыхать именно там, где запрещено. И вот первое место – это вот наша дамба. Там, где постоянно прыгают, там, где постоянно ныряют, там, где постоянно толпа. И трезвых, конечно, там мало. И вы знаете, чуть ли не каждый день, не каждый вечер приходится вот то, включая как детей, включая как женщин, включая как мужчин, предупреждать и чуть ли другой раз где-то с милицией не приезжать и прям вот доставать. Именно вот, как бы, наш народ, наверное, он именно такой, что там, где запрещено, туда они и лезут. Коллектив спасательной станции в 2011 и 2012 годах занимал первое место в республике среди спасательных станций. Неоднократно становился победителем в области и вот оценка за прошлый год также высшая, благодаря неравнодушию и ответственности к своему делу. Молодёжный отряд охраны правопорядка Барановического государственного университета стал третьим в республике. Он объединяет 28 студентов, которые не только следят за порядком на мероприятиях, проводимых в университете, но также патрулируют улицы вместе с сотрудниками милиции. Накануне в Баргу прошло награждение бойцов Альфы, лучшим были вручены благодарности и знаки отличия. Движение молодёжных отрядов охраны правопорядка – одна из визитных карточек Белорусского республиканского союза молодёжи. Отряды объединяют более 15 тысяч учащихся студентов, представителей работающей молодёжи. В Барановичском государственном университете он действует не один год. Поэтому не случайно, что молодёжный отряд охраны правопорядка «Альфа» вернулся с наградами с республиканского этапа конкурса «Лучший МАОП», который ежегодно проводит Белорусский республиканский союз молодёжи. Ранее ребята были признаны лучшими в Брестской области, а на республиканском этапе заняли третье место. Основные задачи отряда – профилактика противоправных проявлений в молодёжной среде, гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, реализация проектов правоохранительной и военно-патриотической направленности. Одно из направлений, реализуемых сейчас Белорусским республиканским союзом молодёжи – это движение МОП – молодёжных отрядов охраны правопорядка. Данное движение сейчас набирает силу, очень актуально, и заключается оно в том, что ребята молодые, крепкие, в общем-то, осуществляют свою деятельность на благо общественности охраны правопорядка. Недавно проводился, буквально недавно проводился конкурс, достаточно масштабный конкурс по определению лучшего отряда охраны правопорядка. То есть следует отметить, что в нашем университете тоже есть отряд, который на протяжении уже не первого года осуществляет свою работу, как в рамках самого университета на мероприятиях университетских, так и работы в целом в городе. Вот. И хочется отметить, что ребята заняли первое место на областном этапе конкурса, и это дало им возможность заявить о себе на республике, где наш отряд также был признан одним из лучших и занял третье место. В университетском отряде 28 парней. Альфовцы тесно сотрудничают с Барановичским ГУВД, участвуя в патрулировании городских улиц, а также следят за порядком на университетских мероприятиях. С первого курса у студентов есть возможность быть в дружной команде Альфа, стать примером для однокурсников и с гордостью носить почетное звание бойца молодежного отряда общественного правопорядка, совмещая с учебой «Любимое дело». Лучшие бойцы Альфы получили благодарности из рук ректора за результативную организацию охраны общественного правопорядка в рамках работы МАОП «Альфа», признанного победителем областного конкурса «На лучший отряд», призером республиканского конкурса «На лучший МАОП». Заместитель командира отряда Михаил Барушка награжден нагрудным знаком Белорусского республиканского союза молодежи за отличие в охране правопорядка. Отметим, что на Брестскую область было выделено два нагрудных знака и один из них достался студенту Бараночского университета. В первую очередь это огромное объединение коллектива людей, то есть молодежная охрана и охрана правопорядка. Я, во-первых, пошел туда в первую очередь ради того, что с детства мечтал вообще связать свою жизнь с правоохранительным движением, но так получилось, что поступил на правоведение и собираюсь в дальнейшем идти служить в органы внутренних дел. Также узнал, что есть такая организация в нашем университете. Пошел, очень рад. В первую очередь это коллектив, объединение, можно даже не постеряно сказать такого слова «братство». По поводу награды, что я получил, это, конечно же, радует, приятно. Я один это выбирал, это решил коллектив. Молодежные отряды охраны правопорядка способствуют как повышению идеологического, культурного, общеобразовательного и физического уровней бойцов, так и уменьшению правонарушений среди молодых людей. Из года в год молодежное движение растет, и его деятельность становится более эффективной. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних в 10-й средней школе прошла акция по вручению школьникам световозвращающих элементов. Ее инициаторами выступили неравнодушные автомобилисты нашего города. Подробности в нашем следующем репортаже. Осенне-зимний период – это, как правило, серые и короткие дни. Дети в первую смену идут в школу, когда темно, а те, кто учится во вторую, возвращаются, когда на улицах сумерки. О световозвращающих элементах, правилах поведения на дороге решили со школьниками поговорить те, кто ежедневно участвует в дорожном движении нашего города – автомобилисты. В частности, инициировал проведение этой акции Вадим Дедюшко, руководитель автосообщества «Барановичи» в интернете. Это накапливалось. То есть едешь постоянно, как дети, так и взрослые выходят. Но взрослым, по большому счету, мы вбить в голову не получится, как бы мы ни хотели о том, что это надо носить, это безопасно для самих себя, в конце концов. И идеи, идеи крутились много у кого, но осуществить эту идею получилось, наверное, только у нас. Акцию поддержали и помогли провести представители клуба «Стритлайн» Алексей Шугаев, Игорь Пашко, Екатерина Китсман и Владимир Заставный. Поддержали проведение сотрудники госавтоинспекции «Барановичского ГОВД». В 2014 году на территории нашего города было зарегистрировано четыре дорожно-трансных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых четверо детей получили телесные повреждения. Ну, как правило, дорожно-трансные происшествия в прошлом году произошли по вине самих водителей. Три ДТП было совершено по вине водителей, и только одно ДТП было совершено по вине ребенка. Это переход проезжей части на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего ребенок попал под колеса транспортного средства и получил телесное повреждение. Поэтому мы в очередной раз обращаемся в первую очередь к водителям нашего города. Просьба быть предельно внимательными при проезде вблизи школ, детских дошкольных учреждений. Просим снижать скорость и быть предельно внимательными в местах массового появления детей на проезжей части. Обязательно пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Ну, а также обращаемся к пешеходам. С 10 февраля по 17 на территории города Барановичи проводится специальный комплекс мероприятий под названием «Пешеход», в рамках которых сотрудники госавтоинспекции будут особое внимание уделять пешеходам, которые игнорируют правила дорожного движения, в частности, пересекают проезжую часть в неустановленных местах, не обозначают себя светоотражающими элементами в темное время суток. К таким нарушителям будут применяться самые строгие меры административного воздействия. Также сотрудники госавтоинспекции в этот период будут осуществлять надзор за дорожным движением вблизи пешеходных переходов. Будут следить за водителями, которые также игнорируют правила дорожного движения, не предоставляют преимущества для движения пешеходам на пешеходных переходах. К таким водителям также будут применяться самые жестокие меры административного воздействия. Со школьниками была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что практически со всеми мальчишками и девчонками родители дома проводили беседы по соблюдению правил дорожного движения. Правда, фликеры носят не все, признались школьники. Многие аргументировали это тем, что никуда вечером не ходят. Но это, в свою очередь, не оправдывает поведение ни школьников, ни их родителей, которые не позаботились о безопасности своих детей. Фликеры – это не позор, как это считается между сверстниками, что это все-таки, во-первых, безопасность, безопасность самих себя и безопасность, наверное, та, за которую, наверное, родители должны бороться. Просто я считаю, что все должны, как дети, так и взрослые, знать о том, что их близкие люди вернутся здоровыми домой, а не дождутся звонка из милиции и сообщать, что такое-то, такое-то вот произошло. Будем надеяться, что они все-таки поймут, что это безопасность, а не позор и не будут тыкать друг на друга пальцами. Вот ты с фликером, ха-ха-ха. После беседы со школьниками, организаторов акции и представителя госавтоинспекции, ребята получили фликеры, каждый по два, чтобы мальчишки и девчонки не только сами ими воспользовались, но и поделились с родителями, братьями, сестрами или друзьями. На данный момент это является первое наше такое вот мероприятие, но я думаю, что-то в дальнейшем мы будем придумывать, что-то будем стараться сделать, чтобы обезопасить, скажем так, наше будущее, чтобы дети наши были крепкие и здоровые. Эта акция – хороший пример для всех участников дорожного движения. Неравнодушие и стремление минимизировать нарушения правил дорожного движения среди несовершеннолетних дорогого стоит, порой чьего-то здоровья, поломанной судьбы или вовсе жизни. В завершении встречи юным участникам акции был показан тематический фильм «Добрые дороги детства». В начале февраля во многих вузах республики каникулы, поэтому студенты спешат в свои родные школы. В отечественном образовании есть замечательная многолетняя традиция. В первую субботу и февраля проходят вечера встреч выпускников. Конечно, очень приятно по прошествии времени увидеть своих бывших одноклассников, пообщаться с ними, поговорить об уже не детской жизни. А еще помочь старшеклассникам сориентироваться в непростом выборе будущей профессии. Тему продолжит репортаж из девятой школы. Валентин Русский, курсант Могилевского института МВД и выпускник девятой школы, в своей альмаматор частый гость. На этот раз он встретился со старшеклассниками. Так же, как и эти мальчишки и девчонки, Валентин Русский учился в школе в классе со специализацией по основе безопасности жизнедеятельности. В течение трех лет ребят обучают действовать в различных чрезвычайных ситуациях, а также иметь активную гражданскую позицию, чувство ответственности и патриотизма. Не случайно Валентин выбрал в своей будущей профессии милицейскую службу, решив поступать в Могилевский институт МВД. Учеба в МЧС классе в средней школе номер 9 мне помогла, поскольку она заложила мне основную базу, к примеру, что такое строевая подготовка, определенная самостоятельная подготовка после занятий. Уделяется очень большое внимание здесь подготовке при поступлении. Не каждый сможет быть курсантом, поскольку это тоже должны быть какие-то определенные моральные, деловые качества. Некоторые становятся курсантом в 17 лет. Это должна быть хорошая психологическая подготовка, физически должен быть развит, поскольку ты поступаешь, там уже определенная дисциплина, там нет такого, как дома. Курсант не только рассказал старшеклассникам о своем институте, о том, чему и как там учат, о распорядке дня и дисциплине, о питании и о досуге. Лучше познакомиться с вузом помог документальный фильм, рассказывающий о Могилевском институте МВД. Ответил он и на все интересующие школьников вопросы. Это вызвало неподдельный интерес у ребят, ведь они разговаривали с ним практически на равных. Вот только выбор профессии у этих мальчишек и девчонок еще впереди, а в этом деле, как известно, главное не промахнуться. Честными гостями у нашей школы являются бывшие наши выпускники, ребята, которые закончили нашу школу. И нам это очень приятно, так как, закончив именно наше учреждение, образование, они приходят с профориентацией в нашу школу. Была очень интересная встреча. Русский Валентин очень интересно, в доступной форме объяснил ребятам о своей учебе в Могилевском институте Министерства внутренних дел, показал замечательный фильм, ответил на интересующие вопросы всех ребят. Эта встреча была очень полезная, поскольку я им доступно рассказал о процессе обучения, о дальнейшей деятельности, чем они будут заниматься, если они поступят, интересы службы, помощь гражданам, людям, которые проживают на нашей территории Республики Беларусь. Жизнь курсанта, она в определенной мере и трудная, но в определенной мере она и интересная, поскольку курсанты свои 17 лет уже остаются не то, что без родителей, они становятся самостоятельными, они уже сами принимают определенные решения, поступать им в этой ситуации так, либо в этой ситуации поступать по-другому. Но есть такие люди, которые помогают, те же самые курсовые офицеры, это, можно сказать, трое родителей. Они нас воспитывают, помогают нам, подсказывают, как в этой ситуации сделать лучше. Возможно, многие старшеклассники еще не сделали свой профессиональный выбор и не решили, в какой ВУЗ поступать. Такие встречи помогают им выбрать, на чем остановиться. А теперь напомним о других событиях этой недели. На расширенном заседании Горисполкома были подведены итоги работы социально-экономического развития города и исполнения бюджета за прошлый год. Члены исполкома, руководители предприятий и организаций обсудили задачи, которые предстоит решать в нынешнем году. Сохранность документов – приоритетное направление в деятельности Зонального государственного архива города Барановича, который отметил 75-летний юбилей. Хранилища архива систематически пополняются документами, имеющими политическое, народно-хозяйственное, социально-культурное и историческое значение. Депутаты районного совета провели детальный анализ работы с обращениями граждан, сделали вывод – для большей эффективности дела надо глубоко вникать в проблемы людей, способствуя их оперативному решению. 60 воинов-афганцев объединяет Барановичская районная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в Райсполкоме состоялась традиционная встреча членов организации и руководства района. По методике Монтессори обучают детей старшие группы детского сада номер 12. Согласно этой методике, воспитатели группы систематически проводят с детьми занятия, направленные на развитие мелкой моторики и творческих навыков. Накануне Дня всех влюбленных педагоги группы провели тематическое занятие на эту тему и научили ребят своими руками создавать главный атрибут праздника – Валентинку. У этого чувства тысячи лиц и, вероятно, столько же имен. Нет у него ни возраста, ни пола, ни границ, и часто ему не достает смелости, чтобы обнародовать себя. Признаться в любви, не боясь быть отвергнутым или непонятым, может только ребенок. Любовь к окружающему миру лежит в основе учения Марии Монтессори, по методике которой уже не первый год обучаются воспитанники старшей группы 12 детского сада. Воспитатели этой группы помогают детям достичь многого самому. То есть они ставят детей в ситуацию успеха, когда дети потом могут радоваться плодам своей работы, творчески подходят к образовательному процессу при подготовке различного рода мероприятий. И это очень видно в общении с детьми при рассматривании продуктов их деятельности. Продукт не только творческий, именно мы видим продукты рисования, лепки, а также продукт словесный. Это проекты различных мероприятий, которые они разрабатывают. Это различные рассказы, даже стихи. Поэтому в этой группе все делается сплоченно, сообща педагоги, дети и родители. Методика Монтессори основана на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку. Дидактические материалы и продолжительность занятий дети выбирают сами, что способствует становлению их личности. Также в рамках этой методики воспитатели группы систематически проводят с детьми занятия, направленные на развитие моторики и творческих навыков. На занятиях малыши своими руками создают подделки, сувениры и даже обучаются о замкулинарии. Накануне Дня всех влюбленных педагоги группы провели тематическое занятие на эту тему и научили ребят своими руками создавать главный атрибут праздника – Валентинку. День Святого Валентина – это не обязательный праздник в детском саду. Однако в нашем Монте-Сори-группе это прекрасная возможность еще раз поговорить о дружбе, товариществе и любви. Помимо воспитательной цели День Святого Валентина в детском саду приводится еще для того, чтобы расширить знания детей о культуре и праздниках жителей других стран. В нашем Монте-Сори-группе в День Святого Валентина принято дарить разнообразные подарки, но эти подарки должны быть сделаны руками именно детей. В нашем учреждении мы создаем яркие и радостные события для детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Праздник или развлечение – это прекрасная ситуация для активизации речи, ее коммуникативной функции. Это речевая среда, которая так необходима нашим детям. Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития ребенка. Это радость общения, радость творчества и сотворчества, радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства. Широкое использование этих видов в работе с детьми позволяет нам расширить их кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, а также, самое главное, развить его творческие способности. Сердечки из соленого теста со стразами и цветными лентами ребята делали для своих родителей, которые, как никто другой, поддерживают идею педагогов. Моя дочь с удовольствием посещает нашу группу. В группе всегда царит комфортная, теплая обстановка. Детей учат дружить, любить друг друга, уважать, творить добро, фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и родину. Особенно хотелось бы отметить наши совместные мероприятия. Это на которых мы выступаем в выставках, участвуем вместе с детками, проводим какие-то интересные конкурсы, участвуем в конкурсах с нашими детьми. Все мероприятия проходят в веселой обстановке. И вообще заслуга в этом наших педагогов. Мы хотели бы их отблагодарить за их вложение души, вклад наших деток. Это наши педагоги, как Минько Светлана Валентиновна, Гладкая Наталья Ивановна, помощник воспитателей Локтевой Ольги Владимировны, в которых сочетаются все профессиональные качества и глубокое знание детской психологии и личное участие в жизни и развитии каждого нашего ребенка. Система Монте-Сори появилась в Беларуси сравнительно недавно. Главный ее принцип можно выразить словами «помоги сделать самому». Дети, с которыми занимаются по этой методике, учатся самостоятельно принимать решения. Педагоги не ставят конкретных задач, как, например, обучение детей чтению или письму. Ко всему этому ребенок приходит сам. Жители Барановичей осваивают китайскую живопись. Такую возможность дает всем желающим Центральная городская библиотека имени Валентина Тавлая. Когда берешь кисть в руку, чувствуешь себя творцом, даже если навыков рисования немного. Легкими воздушными мазками участники мастер-класса пытаются вслед за учителем изобразить на листе бумаги стебли бамбука, рыбок, птичек, цветы. От простого к сложному. Через полчаса начинающие художники уже рисуют фигуры посложнее. Это мероприятие проводится в рамках проекта «Детская площадка», который стартовал в июне прошлого года, из-за которой его инициатор, сотрудница библиотеки Евгения Крымская, получила главный приз конкурса социальных проектов в Беларуси «Social Weekend». Она сумела заинтересовать своей идеей молодые семьи, которых объединяет стремление развиваться творчески, нашла живую поддержку у художников, педагогов, музыкантов и других интересных людей. Мы задумывали все это для того, чтобы родители имели площадку для такого интересного интерактивного досуга со своим ребенком. Ведь можно отпустить ребенка в какую-то игру и просто быть наблюдателем, а можно быть участником. И поэтому мы запланировали игры, интерактивные семейные игры, которые будут проходить в библиотеке достаточно регулярно, чтобы родители могли вместе с ребенком переодеться, перевоплотиться, попасть в какую-то новую для себя сказочную ситуацию и прожить с ним все те эмоции, которые дает ребенку игра. В планах детской площадки проведение интерактивных игр, когда родители и дети не только участвуют в действии, но и с помощью незатейливых костюмов перевоплощаются в сказочных героев. Сегодня гости в роли художников, в роли учителя – руководитель детской студии декоративного искусства Ирина Литвинюк. Есть люди, я наблюдаю, которые приходят несколько раз уже. Есть постоянные посчитатели, поэтому интересно им. И даже детей водят ко мне на уроки потом. Мне тоже это очень интересно. Интересна заинтересованность этих людей наших в том, что происходит вообще в городе, и куда можно посетить, куда можно сходить, что-то поинтересоваться, чем-то поувлекаться, позаниматься. Участники мастер-класса в первый раз осваивали искусство письма сухой кистью – черная тушь, бумага и кисть. Вот такого простого набора достаточно, чтобы освоить азы интересного живописного приема, которым пользовались китайские художники еще в 14 веке. Как знать, может эти первые шаги в искусстве, первые наброски приведут кого-то к серьезному увлечению. Честно говоря, насчет живописи мы в первый раз сюда пришли. Ходим на детскую площадку регулярно, посещаем у меня маленький ребенок, который с удовольствием ходит сюда в библиотеку, посещает все мероприятия детской площадки этого проекта. А насчет живописи я, честно говоря, думала, что совершенно ничего не получится, но было очень интересно рисовать мазками. И такой интересный преподаватель все так рассказывал, показал интересные картины. И мы с ребенком, даже маленький ребенок, четырехлетний, сидел и рисовал вот этими мазками китайской живописи в этой технике. Очень нам понравилось. Детская площадка нашей библиотеки устраивает очень много конкурсов и очень много мероприятий. И, например, сейчас это китайская живопись. Но сюда приходят не только дети 5-6 лет, сюда приходят взрослые, им это интересно. На мой взгляд, европейская культура, она показывает взгляд только одного художника, а китайская культура, она оставляет пространство для того, чтобы подумать. Это очень интересно. Сейчас в нашей библиотеке стало еще больше комфортных условий для мам с детьми, особенно с малышами, потому что есть стационарная игровая зона, и мама может прийти в любое удобное для нее время, ведь библиотека работает без выходных. Прийти с ребенком, оставить его в игровой зоне, и малыш будет заниматься тем, что ему интересно. А мама в это время может посетить семинар для родителей, школу суперродителей, пройти мастер-класс по искусству, освоить какой-то новый вид рукоделия или ремесленничества, даже заняться фитнесом, либо просто приятно провести время, отдохнуть от своих бытовых забот, потому что мы приглашаем в библиотеку для досуга наших замечательных мам, фокусников, артистов, проводим музыкальные концерты, и мы видим реакцию родителей, они очень нам за это благодарны, потому что, к сожалению, в городе таких мероприятий недостаточно. Мы очень рады тому, что руководство библиотеки идет нам навстречу, мы ожидаем прибытия фортепиано для нашего отдела, тогда концертов будет еще больше, и родители смогут больше времени проводить с ребенком вне каких-то рамок. В проекте «Детская площадка» прививаются истинные ценности семьи, помощи ближним, в которых между семьями устанавливается живое общение и рождаются живые социальные сети из активных людей, которым не нужны компьютеры, интернет и телефоны. Наша программа завершена, я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин